Я ему предлагал Иранжи, но он хотел нас выслушать. Что мы скажем и что мы хотим. Послушаем его. Бисмиллахи раман и раим. Я рад вас приветствовать, делегатов и гостей этой конференции. Меня очень радует то, что мы смогли сегодня собраться. И я хотел бы в первую очередь поблагодарить тех людей, которые обеспечили нам сегодняшнее собрание. Которые помогали нам обустроить это собрание, приготовить пищу, условия для намаза создать. Это все, поверьте, делается в нелегких условиях. И я хотел поблагодарить их за их труд. Меня очень удивляет то, что мы все равно не касаемся главного. Я не хотел Иранжи успеть, потому что не мне здесь лезть вперед Алимову. Потому что я не ученый в этом деле. Не преуспел я, как говорится, слышавший от знающих. Но сегодня мы все как-то старательно обходим главное. Мы не касаемся самой сути проблемы. Мы никто, мы не говорим, как ее решить. Единственное, если кто-то скажет, как решить эту проблему, то, соответственно, только силовым методом. Я хотел бы свое видение сказать. И с самого начала я хотел бы сказать то, что, как мне кажется, мне кажется, я эту проблему знаю больше всех вас. Я в этом уверен. Я не ученый, еще раз говорю, по ходу моего разговора, если хоть что-то я неправильно скажу, у меня большая просьба к нашим Алимам, чтобы они меня сразу поправили. Потому что я не истинно последней инстанцией. Начиная разговор, я хотел бы сказать, что я больше с этой проблемой знаком, потому что я дружу с вуххабистами, я с ними живу, я с ними вместе воевал. И я все это становление, например, нашей республики видел от начала до конца. Хотя я сам не вуххабист. Но жизнь такая штука. Местерин пришлось побыть и в этой войне тем более. С самого начала войны, они отличались дисциплинированностью, но у них дисциплина была только между собой. Они отличались, как говорится, и можно сказать, уважением друг к другу, но опять же уважением между собой. То есть все время это был отдельный мир. Все время это было отдельное государство, внутри государства. И все время главный их козырь – это их обособленность. В свое время, в 92-м, 93-м году особенно, меня тоже агитировали, меня тоже пытались, как говорится, втянуть в свои ряды. Я уже был, даже, можно сказать, чуть был, не стал вуххабистом, но меня оттолкнуло и удержало единственное одно. Когда я уже решился к ним примкнуть, и уже с этим решением пошел к ним, я зашел и я поздоровался с ними. Ассалам алейкум. Ну, там разных позов сидят, читают, кто как, большие, малые. И все, алейкум ассалам, но им никто даже не пошевелился. Я говорю, вот что это? Я же поздоровался, почему никто не встает? Что, меня не уважаете или себя не уважаете? Ну, мне говорят, с Аллахом ассалам пророк Мухаммед своим ассабам не давал вставать, так что нам тоже не надо вставать. Я говорю, ну, я как знаю историю, он сам вставал своим ассабам, я сказал бы, ему вставали, но когда первый раз встречались, но когда мы день 10-20 раз заходим, выходим, мы же тоже не встаем друг к другу. И на этом вот у нас произошел спор, и я уже из-за этого сделал вывод, что они заблудшие люди. Я так сказал, я говорю, но мне, если кто-то встал, мне понравилось, мне приятно, мне завтра охота этому человеку тоже навстречу встать и сделать, ему приятно. Если этим мы приносим добро, приносим любовь между людьми, между мусульманами, что в этом плохого? Ничего, но это не нужно, говорит. Я говорю, ну, тот человек, который говорит, что нельзя делать добро, он уже не прав. Начиная свой разговор, я хотел бы подчеркнуть, в первую очередь, роль Тариката в истории Кавказа, в первую очередь. Первое – это Кавказские войны. Сколько мы помним, все Кавказские войны проходили именно под знаменем Ислама, и именно основную роль играл Тарикат. Хотим мы того, не хотим, но это признанный факт. И если бы не было бы Тариката, то фактически не было бы и как такового сопротивления российским властям, потому что это было братство, которое основано было на общих идеях, и ради Ислама за веру воевали и готовы были на все. Но сегодня никто из нас не говорит про проблемы Тариката. Мы никто не говорим, мы даже не касаемся этого. А в то же время, в то же время, мы сегодня похожи на парализованного человека, у которого одна сторона отмелась. Эти же так называемые вагописцы, они говорят, что мы труп, а мы говорим, нет, мы еще живы. Вот и вся разница, вот и весь спорт. Это мое мнение. Почему? Потому что Тарикат состоит из двух частей. Это одна часть духовная, вторая часть физическая. Физическая сторона – это зитка. Зитка эта сторона у нас осталась. А духовную сторону у нас в свое время Российская империя, потом Советская власть, репрессии убрали у нас, отмели у нас духовную часть. Как вы знаете, всех наших святых, сославий Сибирь, всех иных последователей, миридов, миршидов, всех уничтожили, всех мумов ученых уничтожили и духовную часть нашего народа уничтожили. Мы интерьер-то сохранили именно исключительно в физической стороне. Но это только одна сторона, и церепат у нас сегодня неполноценный. Поймите, нам надо прежде всего, прежде всего, возродить, возродить тариф. Пусть вас будет на Шпандейского, то пусть Падерейского будет, но возродить в полном объеме. Тогда не будет у них никаких поводов для разговоров, не будет никаких возможностей спекулировать на этом. Сегодня, я так считаю, именно для возрождения, нам надо, на ученых Алимах очень много, нам надо организовать новые суфийские школы, надо по-новому организовать. Надо, в первую очередь, я так считаю, надо нам специальные комиссии даже создать, в первую очередь, Чеченской Республике, Ишкерия, потому что у нас на государственном уровне поддержки имеется. Мы должны комиссии создать именно по цензуре и литературных произведений в Республике, и также религиозных песнопений. Потому что, давайте будем прямо говорить, очень много наших религиозных песнопений, то есть нас мы в свое время, некоторые писались просто теми же фанатичными невеждами, которые в своем невежестве считали, что чем больше они возвысят своего устада, восхладать его, тем они больше быстро и рай попадут. А многие Алимы знают, что там пару слов где-то неправильно сказать, не боялись, не смели. Некоторые эти джерназмы, они писались и так же КГБшниками, потому что, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Для этого я считаю, именно, в первую очередь, наша республика, ученые Алимы, должны создать комиссию. А также вот эта, так называемая, опять же, ваххабистская литература, она должна тоже, республик, проходить через цензуру. Все, и никаких проблем. Но по ходу, по ходу, нам надо, именно, в первую очередь, бороться с невежеством. Именно с невежеством. Потому что все эти проблемы именно от невежества. Саллаху айсаламу, у пророка Магомеда есть хадис три врага ислама. Первый враг – это воинствующий безбожник. Об этом мы тоже что-то не говорим, это воинствующий безбожник, это те русские, которые пришли сюда с войной. Второй враг ислама – ученый богословный, правильно толкующий основу ислама. И третий враг ислама – это фанатичный невежда. Это хадис достоверный. Мы должны от этого исходить. Мы должны это невежество, это крайность изгонять из наших душ. Сегодня мы можем что угодно запретить. Мы можем любые постановления принять. Но это, я вам говорю, никакого результата не даст. Потому что завтра наши же дети, наши же дети пойдут к ним же. Почему? Потому что сегодня мы ничего им не даем. Вокруг нас и после нас вакуум, пустота. А святое место пустое не бывает. Сегодня ощущается у нашей молодежи, особенно в Дагестане, Чечне, Ингушетии, такой сильный, как вот кислородная недостаточность, вот такое сильное невластное знамение. И мы им ничего не даем. Мы за годы советской власти, наши же Алимы, вот вы говорите, Алимы, тоже частично привыкли. Вот кто к вам пришел, вот его выучите, и дальше ничего. Ну тогда время такое было, но сегодня нам надо, как наши святые подвижники, внести это в народ знамение. Знамение истины, знание о кислородной. Только так, чтобы мы не можем.